Друзья, всем огромный привет! Ну что, заждались? Давайте расскажу, что тут у меня происходит. Приехал я к себе на участок. Блин, так вот потерял. Вот, только что здесь прошел дождик. Ну, вроде бы как пасмурно, но... Слава богу, уже погодка так разыгрывается. Привез я профиль 20х40. Вот такой вот стеночка, полторашечка. Вот, и потихонечку начинаю его таскать в конец участка. Вот сюда, вот там положил кучку, тут. Сейчас вот сюда и туда положим. Вот, так что моя первая задача сейчас вот тут сколько осталось? Два, и тут три, да? Два и три, два и три. Сейчас три оттащу на тот угол, а два тяну посерединке. Я так вот равномерно растаскал металл. И сейчас мы начнем его приваривать. Надеюсь, то, что погодка хуже не испортится. Если такая погодка, то нормально, работать можно. Главное, что не жарко, вот, комфортная такая температура. Вот, вот если бы еще перестало капать, было бы вообще за счет. Ладно, не будем терять времени. Немножко вас в курс дела вел. Так что я сейчас выгружаюсь. Что, да я рано сказал, по-моему. Итак, ребят, готов я вам показать промежуточный результат. Начал я гнать поперечины сначала верхние. Вот, и практически я уже заканчиваю. Пришел вот за болгаркой, за отрезным кругом. Вот. Работаю я часа два с половиной, три. В общем-то, все у меня нормально получается. Единственное, мне дается пока что тяжело сварочные работы. Ну, я руку набиваю, как бы потихонечку, потихонечку. Понимаю, как это все делать. Вот, все получается очень-очень ровненько. Красивенько. Все делаю по уровню. Стыкую. Тоже. Вот так вот. Вот видите, стыки. Тоже получается все довольно-таки красивенько. Вот. Делаю я внахлест. То есть, внахлест к основным столбам. Вот так вот все получается. Вот такие вот. У меня швы. Ну, конечно, не супершвы, но какие есть. Все держится, все хорошо. Вот. Вот еще один стык. Аккуратненький, гладенький. Наверное, самый хороший стык у меня получился. Со стороны все выглядит вот так вот. Надо сегодня закончить еще нижнюю сторону. Примерно вот так вот у меня выглядит мое рабочее место. Несколько у меня струбцин. Вот уровень. Вот сейчас вот я буду соединять стык. Видите, у меня последняя, получается, поперечная осталась по верхней стороне. Сейчас вот тут вот посмотрю, что-то то ли она под своим весом провисла, то ли хрен его знает. Круг я принес для болгарки, чтобы отрезать вот этот вот излишек. Ну, в общем-то, пока что все получается красиво и замечательно. Сейчас будем варить стыковочно этот вот шов. Ну, как-то вот так вот. Стык получается варить только точками. По-другому, не знаю, то ли ток сильно большой, то ли я не умею варить. У меня получаются дырки. А что такое? Ну, блин. Чуть-чуть давай, добавим оборотов ему. То ли рука у меня тяжелая. Дугу поймать не могу. Ааа, блин! Вообще хрень какая-то получается. Так, ладно. Сейчас я заварю и покажу, что получилось. Так, ладно. Вот. Короче, вот такая вот красота получается. Сейчас шлифанем и все будет ништяк. Ну, все. Готово. Вот так вот получилось состыковать две трубы. Все, ништяк. Главное, что крепко все держится. Все, сейчас я здесь проварю и здесь, с той стороны. Вот, еще раз. Тут вот сейчас проверю горизонт. И будем отрезать вот этот вот кусок. Да, сначала его сначала обрежем, а потом будем приваривать, чтобы он не оттягивал трубу. Вот, так будет лучше. А этот обрезок нам тоже пригодится. Мы его так же куда-нибудь потом используем. Хороший обрезок сколько здесь? Два с половиной метра, почти даже три. Все. Сейчас я вот так вот получилось отрезать. Ничего? Нормально? Вроде нормально. Вот. Уровень сейчас положу. Отмеряем все. Отмеряем все. Высчитываем. Крепим струбцинами и привариваем. Ну что, все. Я молодец. Практически заканчиваю. Сейчас покажу последний штрих, который надо сделать. Остался, смотрите, кусочек, который нужно сейчас врезать. Тут 53,5 сантиметра. Так, ничего не потерять. Вот. Последний хлыст у меня остался. Отмерил 53,5 сантиметра. Сейчас отрезаю, врезаю. Ну, точнее, ввариваю туда. Вот. И на этом все. Фух. Это было, кстати, так я скажу, непросто. Даже не знаю, сколько времени. Сейчас я сориентирую. Ну, наверное, часов шесть, наверное, у меня на все про все это ушло. Время семь часов вечера. Ну, да, семь часов примерно. Я в час, грубо говоря, здесь был. Вот. Время семь подходит. Так что, три часа одна сторона, верхняя, и три часа вторая. Все получилось ровненько, красиво. На днях получается. Ну, наверное, завтра, послезавтра. Возьму лепестковый круг. Ну, полировочный, шлифовочный, да, со шкуркой. Все быстренько сейчас пробежим. Вот. Куплю краску тоже серую. Я буду чистить, Анютка будет красить. Вот. И будет задняя стенка уже готова. Единственный такой небольшой косяк, вот этот столб, который передо мной, да, прямо, который, он ниже на сантиметра 3-4. Вот, если смотреть тот, этот и этот сравнить. Ну, это как бы на скорость не влияет, он будет с той стороны. Так что, как по мне, так получилось очень красиво. Пишите, что думаете. Пишите, что думаете. Вот такой вот обрезочек в конце придется вставить. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Главное, что все будет красиво в конечном итоге. Вот. Так что сейчас ввариваю. Все, друзья, последний кусочек вварил. Получилось очень красиво. Мне очень нравится. Получилось все ровненько. Все шевчите аккуратненько. Ну, как мог, так и сделал все шевчите. Так что, все вроде бы чити-чити. Теперь надо эту красоту всю покрасить. Следующим этапом я закупил столбы вот на эту вот сторону. Вот видите, у меня там есть столб. Ну, и вот, как бы угловые, да. Леску натянем, будем закапывать вот эти столбы. Вот. А по той стороне надо решать с соседями. Потому что у соседа в будке, он сказал, закупленный тоже материал. Надо порешать, как мы поступим. Потому что, как бы, вот эта сторона вообще, по сути, его. Вот. Вот всегда, насколько я знаю, правая сторона, вот когда ты лицом стоишь к участку, да. Левая сторона соседская, правая сторона твоя. То есть, всегда закрывают заднюю стену и правую стену. Вот. А левую стену должен закрывать сосед. Также и этот сосед следующий, вот который за мной. Левую сторону, получается, я закрыл. А вот правую сторону будет закрывать он. Вот. Ну, как бы, такие вот, насколько я знаю, правила. Все вроде бы ровненько встаю, смотрю. Аккуратненько получилось. Мне нравится. Красота. Так что, если вам нравится моя стройка, ставьте палец вверх. Вот. Вот тут Анютка посадила картошку. Морковка где-то там. Ну, короче, вот этот вот пятак, он весь засеянный. Вот. Конечно, сорняки, бурьян. Ну, что-нибудь да вырастет, посмотрим. Пока я ходил, так разглядывал, вроде бы ничего еще не наклюнулось. Хотя, блин, думал, куст картошки вылез. А это не куст, это вот какая-то, короче, хрень. Всем привет. Наступил новый день. Вчера мы с вами делали забор. Сегодня мы приехали втроем. Я, Даша и Анютка этот забор красить. У нас, получается, вторая половина дня. Я вчера насмотрелся на сварку. У меня опухли глаза. Вот буквально, может быть, часа два-три, как я начинаю хоть по чуть-чуть видеть. До этого глаза болели, поэтому я хожу в очках, защищаю зрение. Зайчиков наловился, так что, ребят, берегите свое зрение, когда работаете со сваркой. Мы немножечко проголодались, поэтому решили перед тем, как начать покраску нашего забора, пожарить шашлыки. Взяли с собой все самое необходимое на сегодняшний день. Это у нас мангал. Будем жарить шашлыки прямо где-нибудь здесь. Да, я не знаю, я не знаю. Рядом с машиной. Держи, мне камеру. Даша, что-то хочешь сказать? С папички всем привет. Молодец. С папички всем привет. Так, Анют, что мы на углях делаем или на дровах? На дровах там есть. Давай на дровах. Хотя ей сильно хочется. Да, можно и на этом, да? Все равно еще мариновать надо. Да, это все время. У нас тут холодильничек. Так. Что у нас в холодильнике есть? Первый раз с собой взяли. Да, надо будет как-нибудь полноценный обзор записать на этот холодильник. Пока что его тестируем. Курочку взяли. Хорошо, молодец. Пенный накид. Три раза не говори. Анютка купила... Куриные желудочки. Куриные желудочки. Я такое люблю. А папа взял с тобой пиво. Да, папа взял пиво, папа будет в пивкопе. Папа своих девчонок привез сюда, а обратно Анютка меня будет убирать. Кивайся в холодильнике. Вот, сейчас мы что делаем? Разжигаем костер, быстренько маринуем, жарим шашлыки, кушаем и начинаем красить наш заборчик. А вот, сейчас покажу какую краску купили. Вот, смотрите. Купили вот такую краску. Посоветовали. Да, посоветовали. Средний. Далее. Вот цена этой баночки стоит... Одна тысяча пятьсот рублей примерно, ну что ли. Три в одном, два с половиной килограмма. Вот такую вот купили красочку. Так, что мы еще тут купили? Взял с собой удлинитель. Один вот такой вот. И одну вот такую вот катушку. Китайский удлинитель. Это будем подключать болгарку. И будем вот те столбы, которые ставили недели две-три назад, будем зачищать вот такими вот лепестковыми кругами. Что нам еще сегодня понадобится? Даш, неудобно, да? Ага. Вот, понадобится еще кисточка. Вот такая кисточка. Самую дешевую кисточку купили. Подончик. И для валика купили вот такие вот насадки. Сейчас покажу. Обезжириватель взяли обязательно. А, вот. Для валика такая штучка. Ручка. Будем коростить. Эй, пап, ты зачем мою кисточку взял? Мою кисточку. Папа, просто приготовлю все, что нам понадобится. Так, это сейчас бумажку сожжем. Эй, дай мне стойку. И что тут у нас еще? Обезжиривателя две банки. Одну взял с стоянки, одну купили. Дайте мне посидеть. В всякий случай. Дайте мне посидеть. Что вам с чем? Тряпки. Папа, я сидеть хочу. Давай. Поконим. Ты видишь вот это? Нет. Да, тут другого ничего нету. Тюльп-тюль. Вот тебе подстилет. Можно даже полежать. Да, даже можно полежать. Земля уже прогрелась. Ну, так что можешь. Садись. А мне надо снять? Не, можешь не снимать. Собереживатель. Давай. Что, нет, лепетка там можно? Можно. Да? Знаешь, что я вспомнил? Смотри, что я купил еще. Ммм, холодненько. Да, с холодильником, конечно, крутяк. Да. Холодильничек обязательно вам покажем, но чуть-чуть попозже. Сделаем более такой полный обзор на холодильник. Пока что мы им сами пользуемся и пробуем. Перед тем, как что-то рекламировать и советовать, надо сначала попробовать его самим. Но пиво холодное уже хорошо. Знаешь, что? Пиво-то пьем. Давай-ка, я тебе покажу, что я купил. Смотри. Я купил 4 хомута. Вот эти вот длиннющие. Видели такие хомуты? Можно за место... Кого? А если ты их друг дружку открешь, что я делать буду? Вот. Смотрите, какие хомуты. Короче, по 80 рублей каждый хомут я их купил. Пойдем покажу. Надо красоту навести. Держи. Толстые такие. Ну. Так. Надо ножиком, наверное, срезать. Ну, мы вот так вот сделаем. Пошли сюда. Как сделаем? Замки с этой стороны, да? Ух ты! Мощные какие. А что это на скотч? Мог бы выше или ниже. Потом отдирать неудобно будет. А, выше. Дашенька, мы на природе. Где хочешь, там и писать. Хочете где-нибудь тряйся. Тебе ножки не больно по камушкам? Больно? Неподалеку, мама. Ага. Смотри, как красиво получается. Как красиво. Смотри, папа. Вот, смотри, папа. Да, у нас здесь неподалеку есть аэродром частный. И тут у нас постоянно крутится самолет. Смотри, какой-то он ржавый. Лишь бы на нас не грохнулся. Этого очка кажется, что он ржавый. Так, смотри. Один сюда. Вот. Смотри, как получилось красиво. А вот то, что ты вот эту провод пристегнул, ничего? Это земля. Нет, ничего страшного. А, все, вижу. Так. Земля, это вот. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. А кто тебе сделал это? Че? Да землю, сюда столб. Столб? Это... Вот этот прутик. Ну, это мы Роска делали. Сами, да, заземляли? Слушай, ну, как бы, знаешь, тебе надо землю... Все-таки есть чем сорвать? Нет. На острое режущее колюще с собой не ношу. Смотри, я его найду. А он... А его там нет? Нет. Так, так, так. Короче, у нас нож пропал. Мой рабочий ножик. Классный ножик. Короче, что он еще нашел. Как думать, получится? Я думаю, что... Ну, скотч-то разрезать можно. Ну, да, слуха, а резать. Как бы скотч-то такое... Временное. Так. Чтобы у нас уже на въезде все было чистенько и красиво. Сейчас мы все это уберем. А то как-то непорядок. По-колхозному слишком. Сколько стоит один хомутик? Хомутик стоит где-то в районе 80 рублей. Недешево. Не дешево. Ну да. Это точно. Ну, это сейчас потом, да? Сделай, наверное, вот так вот, да? Чтобы все чуть-чуть было. По-моему, по этому углу. Классно? Угу. Только у тебя вот этот угол выше, чем тот. Ну, уже все. Ну, как бы кривенько. А зачем ты затягиваешь? Нужно же подянешь. Нет? Нормально все. У тебя горизонталь не соблюдено. Ну, тут видишь, ямка. Дырочка такая скорая. Я имею в виду вот это место как будто поднять надо. Ну, уже не поднимешь. Давай. Ну, конечно, ты же затянул. Так. И низ, да, теперь? Низ что? Под самый низ сделать, наверное, да? А зачем три? Ой, зачем четыре? Три хватит, наверное? Нет? Лучше побольше. А куда эти кому-то? Я их купил специально для этого. Чтобы один раз уже сделали. Пускай будет хорошо. А снизу зачем? Ну, чтобы когда копаешь, чтобы вот мало ли что тут понадобится, чтобы уже не сдвинуть его. Папа, сам вверх. А вот туда надо? Чтобы здесь тоже будет. Мне кажется, что уже четвертый не нужен. Еще. Еще выше надо еще? Еще. Андрей, ну все, точно уже не нужен четвертый. Ну, прям совсем куда ты его? Просто так? Папа. Ну. Папа, куда тебе? Сюда куда, нет? Нет, все. Ну, я как бы четвертый брал на запас. Так что все вроде бы красиво, да, получилось? Угу. Ну, чего лишнего? Куда-нибудь случилось? Не надо, не надо, Даш, не надо. Давай-ка, не надо. Наш хомутики эти дорогие, и их лучше используем куда-нибудь в другое место, ладно? У нас такая, Даш, послушная. Идите. Брекс, пекс, пекс. Да, все, видите, сразу послушная. Осталось только вот эти вот сопли. А, знаешь, куда четвертый сделать? Смотри. Идем покажу. Против солнца не снимай. А то все равно, наверное, ничего не видно будет. О, у нас Си-провод болтается. Смотри. Против солнца как раз сейчас. Вот, видишь, Си-провод. Вот там его иногда сверху. Вот лучше мы его попозже вот тут вот этот замок я переделаю, натяну, и вот этот четвертый где-нибудь там всередце зацепим, чтобы он не болтался. Потому что здесь на этой стороне будет видеокамера, и надо будет как-то провод убрать на ту сторону и закрепить его. Так что все, решили. Все, договорились. Сейчас я пускогубцы только возьму вот эти концы. У тебя комар фигачит. Откушу, и все будет. Прости, если боль сделаю. Да, ты сделал боль. Все, пошли. Я спасался от комара. Симпотно? Симпотно. Лучше, чем было, да? Угу. А то потом обрежем усики все. Угу. Аппетитно выглядит. Так, соль ты не добавлял, да? Нет, соль нет. Соль, соус, и все. А, эти шампура есть? Шампура есть. Отлично. На шампура хочу добавить? Ну, конечно, а как еще? Все, классно? Все, давай. Закрывай. Вот. Выходные проходят по лучшему разряду. Тут надо, знаешь, как вот сюда положим. И секунду, я шампурик достану. Ты расстроился? Не то слово. Короче, поторопился я мариновать шашлык. И так получилось, потому что мясо пересолено. Надо было хотя бы пол пачки специй положить. А я всю вольну. Сам соевый соус получается соленый. И приправы для курицы тоже солью. Надо без приправы делать. Просто соевым соусом, как мы делали раньше. Папа. Мы так и делали раньше. Без приправы. С приправой. Пока я ее почему-то положил больше. То ли у нас мяса меньше. Может быть, если на две пачки положить, как мы делали. Дайте мне майонез. Тогда было нормально. Майонез вредно детям кушать. Так, мой папа, короче, приходит сделать забор. И я ее сейчас буду называть. Пойдемте покажу, где можно сидеть. Ашуль, когда папа работает, в болгархе не подходите. Я, короче, ничего не стал. Ребята, папу я скоро буду называть припятки. Вот моя кисточка. Без с этим вот на этой кисточке. Я ей давала листочку. Видите, что у нас не могу. Такая кисточка у меня. И папа мне, короче, пыль вообще кидает. Короче, папа, у меня нравится делать дух. Вы знаете, что мы еще делаем? Мы, короче, здесь. Мы тут что-то за палкой валяется. Ребята, что-то там за палкой валяется. И пойдемте подберем. Я надеюсь, это не гадость. Так какая-то палка. Какой у меня взять? Ты будешь кисточка, а я валиком. У-у-у-у, Лео хотел. Ты в магазине сказала, что я кисточкой буду рисовать. Ой, буду рисовать, красить. И, а Лео, как она открывается? Не в курсе, я сама точно не открою. Это просто ужас. Да? Качественно закрыт. Качественно. Давай, пробуй. Я вон еще, видите, чем открывание отверткой, а каким-то огрызком. Надо же так ее, чтобы открыть, чтобы потом закрыть можно было. Изуродовать-то можно, что хочешь. На, что-то на какой-то странно открывается. Переводскую банку открываем с краской. То есть, по сути, этой краской можно красить прям по ржавчине и ничего не обезжирить. Ну, как сказать. Это спорный момент. А, давай, сюда только налей мне. Сейчас мы надо перемешать, чтобы сейчас папу сил не отработать больше. Да! Даш, как настроение? Хорошо. Хорошее? Завтра какие у тебя планы? Садик. Да? Да, я очень рада. Что там делать будешь? Играть. Анют, помочь нам. Взять банку с краской. Подержать, да? Да, и подержать. Открыли мы краску. Вот такая вот красочка красивая. Серенькая, красивая красочка. Да. 1300 рублей стоит примерно вот эта вот баночка. По-моему, 1375 вроде бы так. Ну, и когда я буду красить? Ну, сейчас вот перемешаем. Да, долго тебя хватит, интересно вот. Так, я там обезжирила первые два столба. Да-да. Сейчас попробуем. Даша будет снизу, а я буду сверху красить. Дашу бы одеть для начала. Так, что тебе, в поддончик налить? Да. Одной рукой сможешь придержать? Нет. Вот так, да, или вы? Вообще-то нет. Мне кажется, вот так. Присни и все. И на землю. Нет, присни и все одним разом. Хоп, все. Молодец. Да. Дай сюда. Прям вот так дать? Вот сразу дам, это сразу окажется на земле. Подожди, Дашуль. Сейчас краску закрою, она же высыхает. Надо крышечкой закрыть. Все потихоньку, все быстро не делается. Лучше пониже убрать. Даже на доске, но лучше убрать пониже. Так, все, давайте. Смотри, как у тебя классно получилось, да? Ну, идеально. Дайте, я знаю как. Нет, Даш, ты уже залешь. Я знаю. Все, ты знаешь, да. Молодец, умничка. Сейчас мама тебе покажет, как надо, и будешь красить. Отставляем, что я здесь. А потом покажете подписчику. А где моя? Я вообще-то знаю. Держи. А где твоя? Все, я пошел чуть-чуть. Кисточку давай мне. Вот. Давай. Кисточкой проходите углы, а потом валиком закатывайте все остальное. Полицу не катай. Кисточкой проходим углы. Углы, да, сварные швы и все. А, да, да. Все, мы поняли. Даш, все поняла команду? Два слоя. В два слоя красить? Да, в два слоя. А через какое время? Минут через тридцать. А, все, ладно, давай. Давай. Такая облака красивая за тебя. Смотри, чтобы грязь сюда не летела, осторожно, поняла? Да. Давай поставим здесь. Здесь неровно. Но ты сюда не наступай. Стой, дай я тебе покажу, стой. Подержи. Стой, стой. Смотри валиком как. Вот так чуть-чуть макаешь, смотри. Да я знаю, как. А потом вот так. Я знаю, я знаю. Я как у девочки знаю. Ай-яй-яй, не выливай краску. Вытирай вот так, потихоньку. Не надо все пачкать, аккуратненько. Вот так, молодец. Ага. Все, попробуй красить. Перчатками не суйся. Все, давай. Поехали. Вот это? Вот это, нижняя. Нижняя. От начала идем и сюда. Ага. Проходи несколько раз туда-сюда, катай валик. Вот. Сбоку вы 10 теперь. От начала идем и сюда. Справишься? Все, давай. Молодцы, ребятки, работает. Ну что, друзья, вот мы и закончили. Анютка уже измазывает остатки краски. Сколько там у тебя и осталось? Совсем чуть-чуть? Совсем. Жалко, конечно, что уже стемнело, но результат надо вам показать. Вы не успеете. Смотри, какая туча там. Анютка, да, переживала, что пойдет дождь, и мы не успеем докрасить. Но дождя не случилось. Вот такая вот красота у нас получилась со столбиками. Вот. Анютке лайк и уважуха. Получилось очень хорошо. Я вот пришел проверять работу. Она уже так второй разочек проходит. Давай, да, все подряд. Крась. Вторым, третьим слоем. Старались сразу прокрашивать хороший слой, чтобы второй раз не проходить. Что-то Дашь помогала вначале. Да, Дашулька поначалу помогала. Ну, она так, как ребенок может помогать. Так, немножко там мы занят, тут мы занят. Вот так вот получилось. Я все проходил болгаркой с лепестковым кругом. Вот такие вот у меня шовчики получились. Я, конечно, недоволен. Я же он у нас перфекционист. У меня должны быть шовчики одинаковые. Но, к сожалению, шовчики получились такие, какие получились. Единственное, мне вот понравились, как у меня получились стыки. Вот стыками я доволен. А угловыми швами, ну, вот этот шов вроде бы ничего, нормально. Один миллиметр сварки выдерживает тонну. Так что, я думаю, будет держаться. А нет, не прокрас. Прям жесткий не прокрас. Ну-ка, иди-ка, домаш. Это такое дело, короче, мой рост не позволяет. Вот, вот тут прям вот сантиметр не прокрашенный. Вот, 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 вот. Краска, капец, мне все лицо в краске, мне кажется. Да? Ну, над броями есть немножко. Куртку, кофту захерачила. Ну, я чувствовала, короче, что у меня она в экране конверте меняется. Он, смотри, здесь забабахало. Ну, все, рабочая кофта. Теперь в ней будешь докрашивать оставки забора. Остатки, только начало. Да, это вот мы, получается, сделали одну четвертую. Потек не оставляй. Я вот смотрю, помнишь, здесь дырочка? Да, да, да. Как так получилось, то, что второй сорт трубы и шов оказался здесь. Ну, с одной стороны, хорошо, что со стороны профлиста. Если бы с этой стороны был бы непровар, то вода бы туда, возможно, затекала. А тут хотя бы будет закрываться профлистом. Так что нормально. Вот, ставили мы по интересной технологии, как вы видите. С использованием канализационной трубы, с оправкой. То есть, как бы, получается, если вода будет стоять на земле, то столб всегда будет сухой. Я думаю, то, что... Ну, каждому хватит терпения на такую работу. Ну, да, я думаю, то, что эти столбы... Хватит ли у нас-то? Да, да, да. Кстати, да, мы думаем, то, что вторую сторону уже гнать, просто заливать в бетон. Ну, не знаю, как по настроению. Может быть, начнем и с трубами. Что скажешь? Давай посмотрим. Это, можешь сверху глянуть еще, может, я где-то еще не прокрасываю. Давай. Просто не достаю. Я так вроде старалась. Слушай, а ну, как тебе вообще краска по качеству? Как ложится? Вот, не прокрас. Это летела какими-то нитками она. Вот прямо, да, вот не прокрас, смотри. Вот дальше, дальше, ага. Сейчас я все уйду. Нет, не улетаетесь. Ага. Ммм, нормально. Холодно. Да, прохладно. Ну что, друзья, камера садится, так что всем пока. До скорых встреч.